Молодёжный парламент. Молодёжное движение, позволяющее молодым людям реализовать свой интеллектуальный и креативный потенциал через участие в общественной деятельности и законотворческом процессе. Твёрдый, самоуверенный, прислушался к народу. Ну и думаю, всё равно должно быть человечность оставаться в человеке. Потому что позывы сердца, позывы к хорошему, к доброму, к искреннему. Это всё должно быть. Немного смущаясь камеры, член молодёжного парламента Пермского края Ольга Попова рассказывает, каким на её взгляд должен быть настоящий политик. По-юному наивно, но с обоснованием, основанным на каком-никаком личном опыте. А опыт по меркам её родного Добрянского района более чем внушительный. Ольга – несомненный лидер местной молодёжной организации «Молодёжный прорыв». Реальные силы, голос которой в районе слышат. Конечно же слышим. И очень радостно, что у нас в районе есть такая общественная организация «Наш молодёжный прорыв». И собраны ребята, вот не именно верхушка, а именно те ребята, которые пришли сами со своими инициативами. Это и рабочая молодёжь. Это и студенты. Это и учащиеся старших классов. И они, конечно, вносят огромную роль вообще в развитии нашего Добрянского муниципального района. Мы сегодня их видим везде. Это и социальные акции, и субботники, и все молодёжные форумы, на которые они выходят со своими идеями и добиваются их реализации. На плечах активистов – гордость района, туристический слёт, молодёжный альянс, который проходит в районе ежегодно. Растёт, говорит Наталья Семерякова, хорошая смена, которая обязательно обеспечит преемственность власти в районе. Вот из тех наших, ну, более активных ребят, допустим, выходят те, кто сегодня уже имеют большое значение на уровне края. Например, Ольга Попова, которая сегодня у нас ходит в молодёжный парламент Пермского края, и она также вносит. Ну, я считаю, что огромное влияние в умы нашей молодёжи. Она приносит те идеи, которые сегодня популярны на уровне края, и наши ребята их хорошо подхватывают. Активная молодёжь – это то, что отличает сегодняшнюю Добрянку. Молодёжный прорыв – это, по сути, молодёжный парламент территории. Круг деятельности настолько широк, что для описания в формате специального репортажа попросту не хватило бы времени. Работа начинается чуть ли не со школьной скамьи. Мы даже со школьниками работаем с девятого класса. То есть люди как раз таки, которые после девятого класса, они в себе чувствуют какую-то силу, не знают, куда её применить. Мы их к себе привлекаем. У нас также телестудия «Молодёжка», где они могут по монтажу работать. То есть или почувствовать себя каким-то режиссёром, какие-то ролики снимать и также на конкурс выдвигать. Мы им помогаем, подсказываем в своё время, на где, куда им вступить. Пример Добрянки в работе с молодёжью, точнее, пример активности самой добрянской молодёжи, можно во многом считать для края показательным. Активности как общественной, так и политической. В Добрянке работает молодёжная избирательная комиссия, которая в выборный 2016 год оказывает территориальному избиркому существенную помощь. Специалисты вообще отмечают приятную динамику. Представительная власть по-хорошему молодеет. Практика показывает, что молодые активно очень включаются именно в политическую составляющую, именно в качестве кандидатов. И на территории Добрянского района практика показала последнего года, предыдущего, о том, что 25 лет – это уже средний возраст кандидата, молодого кандидата, который выдвигается на выборы, хочет участвовать в политической жизни своего района. Есть такая поговорка «плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Возможно, осознав у себя в голове подобные смыслы, Ольга Попова решила двигаться дальше, на следующий уровень, и стать членом молодёжного парламента при законодательном собрании Пермского края, чтобы уже на более серьёзном уровне влиять на жизнь не только Добрянской, но и молодёжи всего Пермского края. Пройдя ряд согласований, собеседований и заручившись поддержкой действующего депутата ЗАГСобрания по 26 округу, Ольга в свой день рождения получила столь желаемый подарок – удостоверение помощника депутата и члена молодёжного парламента. Планы на будущее, говорит Ольга, грандиозные, обо всём на камеру рассказывать стесняется, но уверена, что всё, пусть не сейчас, но получится. Расти – это всегда хорошо. Карьерный рост – это в любом случае. Я не буду говорить, что я хочу депутатом быть в законодательном собрании, но почему бы и нет в любом случае, если есть люди, и люди справляются. Думаю, я ненамного от них отличаюсь. Возможно, в знаниях и в этот момент, как сказать, у меня есть время накопить знания и шагать дальше.